Здравствуйте, Мария Владимировна, Бакутовы.ру с вами, Сабин Дадашева. Армянский коллега уже частично задал наш вопрос, но я его озвучу в несколько в ином формате. На условной границе Азербайджана-Армении действительно обострение. Вооруженные силы Армении концентрируют военную технику и живую силу. Многократно были обстреляны позиции нашей армии. И это все случилось после 5 апреля, когда в Брюсселе прошла встреча премьеры Армении с Гринкеном и Фон дер Лайн. Как вы считаете, есть ли связь между этими событиями? Я только что прокомментировала в целом эту ситуацию. Что касается встречи в Брюсселе, было сделано, как вы знаете, отдельное заявление МИДа с изложением нашей оценки самого события. Мы осуждаем безответственное и деструктивное вмешательство вне региональных сил в дела Южного Кавказа и стремление посеять раздор между странами региона и их соседями. Мы уверены, что любые проблемные вопросы необходимо решать в конструктивном ключе поиска компромиссов в соответствии с принципом региональной ответственности, согласованном в ходе второго заседания консультативной региональной платформы 3 плюс 3 в Тегеране 23 октября 23 года. Были там среди участников как и армянские, так и азербайджанские партнеры. Еще раз повторю, роль Запада для ситуации абсолютно деструктивна, потому что, ну вот есть просто проверочное слово, потому что так было и в других странах и других регионах мира, в том числе и в новейшей истории, и потому что нет примеров обратного, нет примера их конструктивной роли. При этом есть примеры страшных катастроф, которые потрясали страны, которые распахивались. Распахивались. Кто-то из лучших побуждений, кто-то потому что верил, надеялся и, так сказать, оставлял историю на потом, пренебрегал аналитикой и, вот, так сказать, принимал эту западную повестку. К сожалению, для многих из этих стран ситуация заканчивалась катастрофой. Спасибо большое.